Дискуссия о занятости молодежи На круглом столе выступили с докладами министр труда Максим Топилин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер, представители организаций профессионального образования. Кризис это и возможность, возможность в том числе не сильно отставать от того, что сейчас называется четвертая индустриальная промышленная революция. И безусловно нам нужно даже в базовых отраслях, таких как нефтедобыча, нефтепеработка и так далее, формировать рабочие места, вот эти перспективные, ориентированные на требования четвертой промышленной революции. И тот факт, что мы вместе социальные партнеры, вместе с правительством, частным бизнесом в лице компании «Лукойл» проводим вот этот круглый стол по молодежной занятости, на мой взгляд, позволяет все аспекты вот этой сложной проблемы не только оценить, но и дать предложения и для правительств, и для социальных партнеров. Вниманию собравшихся был представлен проект Международной организации труда «Партнерство в сфере занятости молодежи СНГ», осуществляемый при поддержке компании «Лукойл». Разработанные в нем подходы, такие как предоставление налоговых льгот работодателям при создании рабочих мест для молодежи, сегодня используются при составлении дорожной карты по организации труда в странах ближнего зарубежья. На круглом столе много говорили о том, что учебные заведения до сих пор понимают компетенции как набор определенных знаний, в отличие от бизнеса, которого интересуют конкретные умения. В «Лукойле» уже много лет существуют учебные центры. Здесь сотрудники компании могут в реальной обстановке, на действующих тренажерах, научиться тому, что им нужно в каждодневной работе. Планируется, что результатом уникального по оценкам экспертов совместного проекта Международной организации труда и «Лукойла» должны стать предложения в области занятости молодежи, которые лягут в основу законодательных инициатив всех стран-членов Международной организации труда. Максим Проскуров, Владимир Шведовский, программа «Регионы Лукойла».